И всем привет, ребят! С вами Старваньки. Сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Сегодня у нас на обзоре пушка Твинс. Устройство стабилизированная плазма. Её апнули скорость снарядов на 20%, а также апнули силу удара тоже на 20%. Сегодня вместе с вами мы её протестируем и посмотрим, насколько жёстко и интересно смотрится наше уже новообновлённое устройство на Твинс. Будет ли оно нагибать? Вы знаете, что тяжёлый плазмомёт у нас занерфили. Также появилось новое устройство с поджогом на Твинс. А вот что с стабилизированной плазмой сейчас происходит? Я понятия не имею. Я на нём не катал. Поэтому будет очень интересно на всё это дело посмотреть. Долго я думал, какой же корпус взять под это дефолтное, стандартное устройство. Да, и я думаю, что хоть и, наверное, сейчас этот корпус не так сильно и грамотно можно реализовать, но он максимально грамотно и качественно подходит. И сочетается с этой комбинацией, а именно Викинг. Викинга Твинс мы берём. Ну и берём, конечно же, Дрон Бустер. Мы не берём никаких Кризисов. Защитник можно было бы тоже, наверное, использовать под эту комбинацию. Но я хочу сыграть на вот такой вот комбинации, как Викинга Твинс. Сыграем сегодня два боя. Сыграем каточку в контроле точек и сыграем каточку в ТДМ очки. Эти два режима, мне кажется, должны полноценно раскрыть это сочетание. Ну и нам с этим Викинга Твинсом, можно даже было бы, наверное, и сыграть в захвате флага, но ладно, не будем. Поэтому нужно, нужно стараться контролировать вражеские респы. Повышенная скорость снарядов даст нам возможность нанесения большего количества урона на этой пушке. И я считаю, что она должна себя очень и очень хорошо показывать. А Викинга, ну это просто корпус, на котором будет удобно играть. Да, можно было бы взять там того же Хантера, но быть может, быть может, мне повезет и в каких-то таймингах я сумею еще и прожать грамотный овердрайв с этим Викингом. Но пока очень, нифига себе, они шарики такие сделали маленькие и летят они по ощущениям почти как ускорители плазмы. Знаете, вот и дальность хорошая, нифига себе. Подождите, а вот этого, например, я чебурека сбрить смогу? Ну, ух, неплохо, неплохо, а в упорчике, в упорчике работаем. Сейчас пойдем еще на упорчик, на упорчик. Нулевого, ой, нулевого, говорю, урона по себе нету. И навал такой прекрасный, пятерку уже воткнул, офигеть. Ничего себе, ничего себе, а на чем противник у нас играет? С бустером вообще урон не кислый залетает. Противник у нас играет с ускорителями плазмы. Там даже два играет твинца с дальностью. Ну, у нас есть своя жесткая махина, да? Они, значит, играют с ускорителями, а у нас есть махина вот такая вот, да? Против резистов, наверное, не так жестко будет заходить. Так, надо его слить, эту теслочку, а то по минам как-то ехать не особо охота. Так, ну и нужно понимать, что сплэш урона у нас нету с этим твинцом, да? То есть по двум танкам сразу же наносить я урон не смогу. Но девятка уже, офигеть, ничего себе, нормально залетает. Нормально летит пока что. Если бы я еще не викинга взял бы, а что-нибудь такое поинтереснее, что можно было бы с овердрайвом использовать. Может вообще было бы бомбы, нифига себе, блин, ну это 20%, но они так сильно чувствуются. Офигеть эти 20%, кажется, всего лишь 20%. Ощущение такое, как будто я с ускорителями плазмы играю, если честно. Как будто у меня ускорители плазмы, а не твинц без сплэш урона и без самоурона. Так, нужно прожимать овердрайв. Я не вижу смысла его здесь долго копить, поэтому мы его вжимаем. Ну и хотя бы еще кого-нибудь сбрить, было бы уже супер. Хорошо, три танка еще под овер попало. Так, там у нас есть противник, было бы неплохо до него дотянуться. А, нет, нет, радар что-то обманул. 16 на 2 за 2,5 минуты, 16 на 2. Блин, ну конечно, не самые жесткие противники против, но все равно результат очень хороший. Очень хороший. Стабилизированная плазма себя показывает. И самое крутое, что ты можешь делать с этим устройством, то что ты можешь в упор сближаться с противником, и при этом не наносить по себе урон. И при этом ты еще и имеешь хорошую дальность. Вообще супер. Так, сейчас от Кантера хоть немножечко я откачусь, чтобы он мне, не дай бог, не прожал бы свой замечательный овердрайв, и я бы не встал бы колом. Но у меня расходка бы все равно не спала, и грамотное устройство имею на корпус. Но все равно. Ну и для таких ЦПшек, Вика Твинс, ну и вообще в принципе этот Твинс, он очень хорошо подходит. Да, то есть если раньше мы любили тяжелый плазмомет, и он работал, и он, ну сейчас, наверное, тоже работает, но уже послабее, то есть стабилизированная плазма. Нет, давайте я думаю, что вторую катку я все-таки сыграю в захват флага. ТДМка там, ну нечего смотреть. А вот в захвате флага, помните, как в старые добрые времена мы на Вика Твинсах играли, на Вика Фризах играли, на Вика Жигах играли, и постоянно у нас удавалось легко увозить флаги и быть максимально полезными. Вот я думаю, что сейчас на этом Вика Твинсе можно также очень и очень много пользы наносить, и приносить, и наносить, и приносить, все делать можно, просто все. За 4 минуты у меня 21 килл. За 4 минуты, офигеть. Я иду тут на 30-ку, за 30-кой мы можем, если здесь досрочки не будет, может даже можем и докатить до какой-нибудь, ну до какой-нибудь 60-ки. Если до 60-ки, например, дойдем, это было бы очень солидно. Это было бы прям очень солидно. Пантера Твинс не наносит урон. Так, здесь у нас на нижнем ярусе были какие-то противнички, но они ушли на рез. Есть хоппер, по которому можно было бы чуть-чуть накидать, но он откатывается под сейвак такой небольшой. Так, ну и здесь есть Вика и Зитка. Давайте я прожму овер, наверное, солью ее. Солью вот этого крусака. И может быть еще здесь наверх чуть-чуть полетит. Да, чуть-чуть полетело. Хорошо. Хорошо. 26 киллов на 2. Да, вы мне скажете, что против меня ботинки играют, поэтому я нормально иду. Но при этом даже с ботинками, вы видите, как хорошо себя показывает Сэм Твинс. Ну, вы видите эту скорость. Ну, какая скорость? Какая скорость? Ну, не было такой скорости. Не было ее. Ее не было. Да, понятное дело, что здесь ботинки какие-то на хопперах АФКшные стоят. И мне за счет этого очень легко их уносить. Но, но, не на каждой пушке так легко будет уносить оппонента. Я вам скажу так, честно. Между нами. 29 киллов. 29 киллов за 5 минут 20 секунд. Давайте сделаем досрочку. И идем в захват флага. Я уже хочу в захват флага. Я хочу посмотреть, что будет делать этот Викинга Твинс в захвате флага на данный период времени. Мне кажется, он будет себя показывать лучше, чем какой-нибудь там молот. Ну, понятное дело, продув в упоре будет жестко. Но, если продув, например, на растяжку давать. А Вика Твинса ты так на растяжечку не дашь. Вика Твинс будет очень некисло наваливать. Очень некисло будет наваливать. Ну, прям вообще великолепно. Мне нравится, мне нравится. Тушит прекрасно. Тушит прям реально прекрасно. Прекрасно на тушениях. Заходит. Вообще четко. Супер. Бомбово. Просто супербомбово. 45 на 7. 45 на 7 идем мы. Дашки дроповой нету. Так. И мы газуем, мы газуем, мы газуем. Наносить еще урончик. Давай, 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 давай. Давай. Еще добавочки. Великолепные оформляем. И вот этого хоппера я тоже думаю, что сейчас сбрею по-быстрому. Давай, 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 друг. Хорошо. Пошел на респик. Так. Сейчас здесь вот этого пассажирчика. Заберем по Шурику. Давай, давай, дружочек. Хорошо. О, 34 за 7 минут. Вот за дефолтную битву считайте, что 30 килов я смело дал. Это очень хороший результат. Очень хороший результат для такой катки. И при этом я еще и имею корпус, который, ну, не сказать, что там жестко можно как-то реализовать. Но для таких боев, для таких боев, в принципе, он просто удобен с этой пушкой. 34 кила на Викатвинсе. Шикарный результат. И мы отправляемся в захват флага. И вот тут очки уже, может быть, потяжелее. Может быть, потяжелее. Зависит многое от карты. Желательно, чтобы нам дропнуло небольшую. Какой-нибудь там Red Alert, Plateau, Sundown. Вот если что-нибудь такое, то будет вообще супер. Forest. Forest. Хорошая карта. Хорошая карта. Вот сейчас мы заодно и посмотрим, что покажет наш Викатвинс. При том, что против есть Изида с вампиризмом. Вот. Будет сейчас интересно, да. Что я смогу, например, противопоставить Изидам. Ну, вы смотрите, на что на средней дистанции уже творит эта Викатвинс. Вы просто смотрите, что он делает. Средняя дистанция, но при этом я наношу сколько урона. И насколько жестко можно контролировать зону, да. С этим Твинсом. Супер. Супер. Просто супер. Мне нравится. Дальность прям чувствуется хорошая. Хорошая, аппетитная дальность. И скорость позволяет вам наносить большее количество урона в секунду. Ну, что может быть лучше? Ну, я не знаю, что может быть лучше этого Твинса. Я уже начинаю задумываться о том, что это ускорители плазмы, но при этом ускорители плазмы без наносящегося самоурона. Ну, и сплэш урона, соответственно. Ну, это очень круто смотрится. Мне очень нравится. Так, пробуем сейчас обогнать вот этого замечательного Крусейдера, потому что иначе он может доставить здесь флаг. Ну, вроде как я первый. Да, я первый на подборе. Ой-ой-ой, пробитие какое плотное залетает. Ладно, всё, я услышал. Хорошо. Иммунитетик от пробития берём. Сейчас бы, если бы у меня иммунитет от пробития был бы, может быть, противник бы и не доставил. Так, но пока всё нормально. Пока всё супер идёт. Ничего даже страшного нету. Резистов от меня не имеет противник. Залетаем, улетаем, въезжаем и меня стопит рельса. Ну, в принципе, как-то так. Как-то так. Страхуем тиммейта. Закрываем, закрываем. Оп, у него уже лажочек скинулся за счёт того, что противник его унёс. Так, возвратик надо оформить. Возвратик для тиммейта. Оп, 2-1. Супер, супер. Здесь уже, конечно, не особо сильно мы будем смотреть на количество киллов, которые я буду иметь. Здесь больше смотрим на механику работы Викинга Твинса. Да, то есть, что он из себя представляет, как он себя показывает. И насколько удобно с ним, например, увозить флаги. Да, вот пока что по этим первым 2,5 минутам я скажу, что Вика Твинс со своей задачей справляется. Сейчас у меня ещё будет овердрайв, если будет тайминг, и это будет нужно, то я ещё и овер прожму. Берут против фреза с шоковой заморозкой. Ну, это тяжело будет. Тяжело. Тяжело. Это, конечно, тяжко. Под такого фреза, я думаю, что можно было бы даже и дрон бы сменить. Можно было бы взять, наверное, того же защитника. Спокойно. Так, прожимаем овердрайв. Улетаем. Овердрайв просто прожат был для того, чтобы я точно увёз флаг. И в этом проблем никаких не было. Наш тиммейт оформляет возврат. Ну, а я оформляю доставочку. Это уже 3-1. Супер, 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 супер. Миночка моя где-то ещё сработала. Дроповая аптека тиммейт забирает. У нас есть тиммейт, кстати, с паладином, который мог бы прожать овердрайв где-нибудь. Тайминг, и это сработало. Ну, на растяжке, ну, просто идеально. На растяжке и работает прям вообще как часы. Растяжечка просто суперская. Мне очень нравится, что можно сделать на растяжке. Здесь. Так, прожимаем аптеку. Ввозим флаг. Ввозим флаг. Риса меня здесь не застопила. Здесь есть фриз вражеский. Но фриза этого надо уносить. Фриз, конечно, крутой. Но не настолько жёсткий. Так, Вика и Зида у нас на точке. Но она какая-то странная. ЗДАшка едет. Ты уехал за ДАшкой вместо того, чтобы флаг ввести. Ну, в принципе, нормальное решение. Прикольное решение. 4-1 ведём. 4-1. Супер. Супер, 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 супер. Подстрахуем тиммейта. Подстрахуем тиммейта. На откатике. Где у нас тут друг мой едет? Друга надо подстраховать. Друга надо подстраховать. Увердрайв со страху дал. Точно. Если что, страховочка бы сработала. Пятая доставка сюда. 10, хоть и 10 киллов, но я уже сколько доставок оформил. Вообще супер. Бомбало. Мне нравится. Интересно смотрится. Очень интересно. Очень интересно. Для меня, как человека, который раньше играл на Твинсе, в один период времени играл на нём очень и очень много, я вот сейчас реально чувствую, что есть смысл от этого Твинса и то, что этот Твинс в каких-то ситуациях может даже переигрывать и Зиду с вампиризмом за счёт того, что ты этого Твинса ну довольно тяжело в принципе растянуть. Да, ты его там не сможешь растягивать особо жёстко. И всё, как бы оно. И всё. Зиду хоп растянули и нагнули. А тут такой Вика Твинсик. Ещё и резов от него нету. Но точно лучше, чем какой-нибудь Рикошет. Точно лучше, чем Рикошет. Рикошет такой себе будет. Против такого Вика Твинса Рикошет, я бы сказал, это, ну... Это так. Баловство какое-то. Реально баловство. Этот Вика Твинс будет в дальнейшем очень и очень плотно разваливать. Так, 630. Ой, 630, говорю. 610 очков. 5-1 ведём. Но надо делать досрочку. Надо делать досрочку. Надо доставлять. При том, что с этим Вика Твинсом можно как дефать, так и в атаку ехать. И оно будет работать. Оно будет работать и там, и там. Оно будет везде идеально подходить и идеально в развал оформляться. Так, в очередной раз Крусейдер здесь с своим фризом. Надо как-то его переконтрить. Чтобы откатываться не вижу смысла. Здесь вот можно было бы на аккуратных выдать урончик. Но немножко не получилось. Реализовать то, что я хотел. Теперь главное не не слиться. Хорошо. Викомолот ошибается. Я тайминг ловлю, доставочку оформляю. Супер. 6-1 ведем. 6-1 ведем. Ну и стараемся сейчас, наверное, на последнюю доставочку. Овердрайв падает по Центрику. Я, конечно же, его в тайминг прожимаю. Чтобы противник не забрал. Наши тиммейты подконтролировали. Отлично, когда у тебя Овердрайв забирает паладин. Он может потом вот так вот взять. Если грамотно, конечно, он будет играть и увести. Надеюсь, что он уведет. Все-таки у него Овер очень мощный. Плюс он еще тиммейтом может подсаппортить. И это должна быть седьмая наша доставка. Ну, блин. Ну, мне нравится. Ну, серьезно. Ну, вот кто бы мне что ни сказал, ну, реально круто смотрится этот Твинс. Реально круто. Реально круто. 3,5 тысячи за счет доставок. Ну, а пушка мне дала и корпус как бы, ну, уверенность. 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 Уверенность и... Ну, нормально. Нормально. Реально нормально. Достойно. Красиво. Суперски. Бомбически. Пишите, друзья, что вы думаете по поводу этого Твинса. Более. Мне нравится. Я на вашем месте бы попробовал бы потестировать. Поиграл бы с ним. И... Если вы его тестили, напишите, какие у вас мысли есть по этому поводу. Потому что, мне кажется, что... Это интересное метовое устройство, которое вернулось и вернулось с точки зрения того, что оно будет на тех же захватах флага актуально. Актуально только вот вопрос с чем, да? Сейчас у нас паладин очень крутой. Наверное, с паладином. Наверное, с паладином. С Крусейдером наверное, нет особо никакого смысла его использовать. Хотя, можно тоже попробовать. Ну, круто. 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 Поддерживайте видос лайком. Подписывайтесь на канал, друзья, если еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну, а с вами был мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо. И всем пока.